Номер 8 способна даже напугать. Столько сокрыто в ней страсти и, пожалуй, того, что и словами не выразить. Эмоция жгучая, настоящая, такая вот яркая. Она длится несколько часов, поэтому был выбран акрил для основного цветового решения моих эмоций. Эмоция номер 7 родилась в момент воспоминаний о коме, в которой Наталья находилась почти два месяца после аварии. Некогда руководителю успешного рекламного агентства ей тогда пришлось кардинально пересмотреть свою жизнь. У меня был год потом дальше восстановления достаточно сложный. То есть я как маленький ребенок была, заново училась есть, ходить, думать, жить. Эмоций очень много, да, и, соответственно, как-то хотелось с этим совсем справиться, не разрушая что-либо вокруг себя. До аварии единственной картиной, написанной маслом на холсте, был мост. Работу называют предвестницей. Уже после аварии Наталья поймет, что арт-терапия превратила ее желание рисовать в жизненную необходимость. Благодаря этой серии, в ней всего входит 14 эмоций, я выплеснула, наверное, все жгучее, что могла. И у меня как раз вот освободилось место под бешеное количество позитива. Кстати, одна из работ Натальи «Большая эмоция номер 4», заключенная в рамке маленького холста 9х12, была создана специально для проекта дизайнера и собирателя Лучана Бенетона. В его коллекции находится и еще одна работа «Пад». Выплеснув на холсты все, что мучило и тревожило, Наталья пришла к новому направлению – современное позитивное искусство. С вами была Анастасия Логвинова и рубрика «Культурный обмен». Увидимся. Анастасия Логвинова 10 утра в Москве. В прямом эфире работает информационная служба «Мир-24». С вами я, Александр Валеев. Здравствуйте. Экстренное заседание Совбеза ООН по Украине завершилось безрезультатно. Участники собрались после громких заявлений президента Петра Порошенко о вторжении российских войск. Однако в организации подтверждения этой информации не нашли, но и искать мирный путь решения проблемы не стали. Вместо этого в очередной раз заблокировали предложение Москвы о прекращении огня на юго-востоке. Павел Тухто об ожиданиях и разочарованиях. Утро. Донбасс встречает в напряжении несколько локальных стычек и ожидание масштабного наступления на полумиллионный Мариуполь. Его пока еще контролируют украинские власти. «Пока что, по моему мнению, широкомасштабного наступления не было. Были прорывы на государственные границы под видом самих террористических организаций, под видом наемников-террористов. Но говорить о широкомасштабной операции у меня нет оснований». Украина напрямую заявляет, что на ее территорию вторглись российские войска. В Москве этот факт отвергают и говорят, что на территории Украины действительно находятся 10 десантников. Те, которые якобы заблудились в районе границы. И сейчас Киев решил сыграть на обострение. «Со стороны России через неконтролируемый нами участок границы зашли колонны тяжелой техники, большая партия оружия и военнослужащие регулярных подразделений Российской Федерации. «Ситуация, безусловно, чрезвычайно сложная, и никто не собирается ее упрощать. Но она контролируемая, достаточно контролируемая, чтобы мы не поддавались панике. Сохраняли холодный ум, здравый смысл и расчет наших дальнейших действий». «Эту информацию подтвердили и разведчики НАТО. Они представили фотографии, на которых якобы российская техника перемещается по территории Украины. На снимках заметны самоходные артиллерийские установки». «Это свидетельство того, что российские солдаты, оснащенные тяжелым вооружением, действуют внутри суверенной территории Украины. Но они являются лишь верхушкой айсберга в плане общего объема движений российских войск. Мы также обнаружили большое количество новейшего оружия, включая системы ПВО, артиллерии, танков и бронетранспортеров, передаваемого саппаратистским силам на восточной Украине». «Эти факты были озвучены и на совбезе ООН, но там так и не смогли не подтвердить, не опровергнуть информацию о нахождении российских войск на территории Украины». «Мы не можем игнорировать сообщения о присутствии российских войск на юго-востоке Украины. Если информация подтвердится, это будет прямое нарушение международного права и устава ООН. Тем не менее, мы не можем подтвердить, что российские регулярные войска были введены на территорию Украины, и Российская Федерация опровергает эти заявления». «Россия предложила свою резолюцию о прекращении огня на Украине, но она была отклонена». «Президент Порошенко неоднократно делал миролюбивое заявление. Не далее, как вчера, он так прокомментировал итоги встречи на высшем уровне в Минске. Цитата. «Главная цель Киева – это мир. Мы требуем решительных действий, которые способны принести мир на украинскую землю. Конец цитаты. Говорил он и о некоем новом срочном плане по урегулированию. Где этот план? Или это все тот же отвлекающий маневр, за которым на самом деле ставка на силовое решение? Надеемся, что киевское руководство не растранжирит позитивный заряд минских встреч. Пока же украинские силовики, не оглядываясь ни на какие нормы международного гуманитарного права или просто моральные представления, неизбирательно бьют по городам, жилым кварталам, объектам инфраструктуры. Работает артиллерия, системы залпового огня, авиация. Применяются запрещенные международными конвенциями зажигательные снаряды с фосфорной начинкой баллистические ракеты». Реакция последовала и со стороны властей США. Америка не собирается вступать в военный конфликт с Россией из-за событий на Украине. Это подчеркнул на пресс-конференции в Белом доме президент Барака Бана. «Я только что говорил о ситуации на Украине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Мы согласны, что Россия ответственна за разжигание насилия на Украине. Сепаратисты воодушевлены России. Они обучаются России, они вооружены России, они получают деньги из России. Россия неоднократно нарушала границу Украины. Как результат, Россия подвергла санкциям со стороны США и наших европейских и международных партнеров. Россия и так максимально изолирована со времен Холодной войны. В случае дальнейшего обострения Москва заплатит дополнительную цену». В ближайшее время Обама собирается на саммит НАТО в Великобритании. По его словам, там он намерен обсудить новые санкции против России. А 18 сентября Петра Порошенко ждут в Вашингтоне. С главой Белого дома он обсудит помощь Украине, военную и экономическую. Павел Тухто, Дмитрий Быков, Новости Содружества. Но все же, какая-никакая реакция со стороны ООН последовала. Организация признала, что территориальные батальоны занимаются похищениями и пытками. И потребовало от Киева расследовать эти сообщения, говорится, в очередном докладе мониторинговой миссии. Кроме того, по мнению ООН, на украинских войнах лежит доля ответственности за гибель мирного населения в результате артобстрелов. Также сообщается в документе управления Верховного комиссара организации по правам человека. В докладе приводится и число убитых за последний месяц более 1200 человек. Ну а сразу после заседания Совбеза ООН, президент России Владимир Путин обратился к Киеву и к сторонникам самоопределения Донбасса. Официальной власти российский президент вновь призвал немедленно прекратить боевые действия, остановить огонь, сесть за стол переговоров с представителями Донбасса. Сторонников самопровозглашенных республик Путин попросил предоставить гуманитарный коридор. Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий, воссоединиться со своими семьями, вернуть их матерям, женам и детям, срочно оказать медицинскую помощь раненым в результате военной операции. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики немедленно откликнулись на призыв российского лидера. При всем уважении к Владимиру Владимировичу Путину, мы, президенту той страны, которая нам в первую очередь морально помогает, мы готовы предоставить украинским частям, окруженным в этих котлах, гуманитарные коридоры, при условии сдачи тяжелого вооружения и боеприпасов, дабы это вооружение и боеприпасы в будущем не могли быть использованы против нас. По словам Захарченко, в окружение попали сразу несколько военных соединений, и украинские войска оказались в так называемых котлах в районе населенных пунктов Степановка, Амросиевка, Ульяновска и ряде других. Кстати, несмотря на заявление президента Украины Петра Порошенко о вторжении российских войск, Совет национальной безопасности страны не поддержал идею обведения военного положения на Юго-Востоке. Между тем, в Ростовской области сейчас находится около 60 тысяч беженцев с Украины. Они живут в пунктах временного размещения, об этом сообщил заместитель губернатора области Вадим Артемов. По его словам, у многих есть возможность переехать из временного жилья, но они ей не пользуются. Люди надеются в скором времени вернуться домой. Тем не менее, из Ростовской области начал курсировать спецпоезд, который сейчас развозит беженцев в другие регионы России. Сейчас идет активная работа по формированию команд на отправку в другие субъекты. И посмотрите, фактически по два специальных поезда у нас каждый день уходят. Сегодня в целом область формирует три состава, завтра два состава, сегодня 1400 человек, завтра 1200. Сейчас власти региона совместно с сотрудниками МЧС начали подготовку к зимнему периоду. На холодное время беженцев планируют разместить в детские оздоровительные лагеря. И как сообщил вице-премьер правительства Ольга Голодец, всего в России находится уже более 200 тысяч украинских беженцев. Из них четверть – это дети школьного возраста. Все они с 1 сентября пойдут в российские учебные заведения, а люди пожилого возраста будут получать пенсии в России. Власти Северной Осетии на подготовку беженцев к учебному году выделили 400 тысяч рублей. На эти деньги купят школьные принадлежности и форму. Но есть проблемы – дети будут учиться по новым программам и стандартам. Анна Джекаева выяснила, насколько украинские дети готовы к учебе в российских школах. 1 сентября Наташа Есипова пойдет в 7 класс, но не в родную школу Северска Донецкой области, а в российскую города Аллагир. Рюкзак и канцелярские принадлежности уже есть. Осталось выбрать школьную форму. Некоторые размеры на меня висели, как на вешалке. Ну, подошли некоторые. Выбрали вот это. Маме понравилось. На форму и школьные принадлежности из республиканского бюджета выделили почти 400 тысяч рублей. Также на эти средства детям беженцев с Украины купили спортивную одежду и учебники. Но самих ребят волнует другое. Как быстро они смогут привыкнуть к новой программе. И математика, и история, и украинский язык, и украинская литература, и мировая литература. Все было на украинском языке. А сейчас я просто не знаю, как мы будем привыкать к русскому языку. Дети беженцев будут учиться по российским образовательным стандартам. Все предметы ребята будут изучать на русском языке. Но, по словам педагогов, больших трудностей у школьников с Украины здесь возникнуть не должно. Мы получили документы из Министерства образования нашей республики, где конкретно сказано, как работать с украинскими детьми. Значит, соответствующие памятки, где сказано о работе классных руководителей. Чтобы ребенок с Украины был зачислен в российскую школу, надо написать заявление и предоставить минимальный пакет документов. Сегодня тех детей, у которых нет документов по тем или иным причинам, мы принимаем их по заявлению. Уже в штатном режиме отрабатываем запросы в то образовательное учреждение, откуда они прибыли, для подтверждения этих документов. Приведена соответствующая работа по тестированию детей и определению их в установленный класс. Сейчас в пансионатах Северной Осетии проживают около 500 беженцев. И практически в каждой семье есть школьники. В сентябре они сядут за парты в учебных заведениях Владикавказа и Аллагира. Чтобы детям было легче адаптироваться, с каждым индивидуально будут работать психологи и социальные педагоги. Анна Джукаева, Владимир Сокуров, Алан Сибетов. Новости Содружества. Северная Осетия. 1 сентября в школах Северной Осетии сядут за парты 60 детей с юго-востока Украины. Россия и ЕС сегодня снова будут решать газовый вопрос. Переговоры пройдут в Москве без участия Украины. Для обеспечения бесперебойной подачи газа Киеву не хватает 5 миллиардов кубометров газа. И в Европе боятся, что Украина зимой будет воровать топливо, предназначенное для потребителей ЕС. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Этсингер попытается вновь убедить своего российского коллегу Александра Новака ввести сезонные цены. Но пока позиции Москвы остаются неизменными. Для продолжения сотрудничества Киев должен погасить свои долги за газ, а это более 5 миллиардов долларов. Как сообщает ЭТАРТАС, в переговорах России и ЕС будет участвовать председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Хлеборобам Казахстана топлива хватает. Главное, чтобы погода не подвела. В северных регионах республики начали убирать зерновые. Урожай пшеницы и ячменя в этих районах ожидают получить выше среднего. И это несмотря на засушливый август. Чингис Масиитов расскажет об особенностях нынешней жатвы. Акмолинские фермеры к уборке зерна готовы почти на 100%. Техника отремонтирована, элеваторы вычищены. Именно северные регионы главные ударные силы в битве за урожай. В среднем по Казахстану в бункерном весе мы ожидаем где-то порядка 17 миллионов валовый сбор. Ну, естественно, очень многое будет зависеть от того, как будет складываться время во время уборки. Какая погода будет в сентябре и в начале октября. Синоптики обнадеживают. В сентябре, говорят, немного похолодает. Да и влаги в Акмолинской области будет достаточно. Капризы погоды, особенно засушливый август, конечно, картину урожая подпортили. За август практически не упало, ну, я не знаю, может, миллиметра 2-3. Больше осадков не было. На созревание, конечно, скажется обязательно, на налив. В прошлом уборочном сезоне только с этого элеватора за границу отправили 80 тысяч тонн зерна. Но, несмотря ни на что, в этом году Казахстан планирует продать за рубеж 7,5 миллионов тонн пшеницы. Наши предприятия, 17 стран, мы отправляли свое зерно. В основном, это Юго-Восточная Азия идет, ну и Китайская народная республика. В южных регионах страны уборка уже идет. Сейчас собирают лишь 11 центнеров с гектара. Показатель ниже прошлогоднего на 4 центнера. Чингис Майситов, Армен Байдаулетов, Новости Содружества, Казахстан. И еще одна проблема, с которой могут столкнуться сельхозпроизводители, это нехватка элеваторов. Ведь засеяли более 12 миллионов гектаров, так что ожидается большой урожай. Замуж всем городом. Почти 600 жительниц небольшого селения в Бразилии одновременно объявили о том, что ищут женихов. Мол, у них слишком много одиноких дам и почти нет мужчин. Объявление сделали по телевидению и в интернете. Зона поиска. Весь мир. Возраст одиноких сердец самоподходящий для брака от 20 до 35. Девушки жалуются, что переезжать из родных мест не хотят, а влюбиться не в кого. Парни после 18 уезжают из селения в поисках работы. А те, кто остаются, либо уже женаты, либо состоят с потенциальными невестами в родстве. Кстати, бразильская Иваново давно считается гордым женщиной. Там главенствует матриархат во властных структурах и на фермах работают почти исключительно представительницы прекрасного пола. В середине 90-х гражданки приняли манифест, согласно которому они никогда не позволят диктовать мужчинам, как им жить. Но, надо сказать, такой разгул феминизма женихов не испугал. Ну и на странице города в фейсбуке уже оставили свои комментарии десятки смельчаков из самых разных стран, в том числе и из России. Следить за развитием событий можно на нашем мультимедийном портале мир24.тв. Заходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Армения, как жизнь, прекрасна и удивительна. Ну, во-первых, своим коньяком, ну это все знают. Во-вторых, горой Арарат, которая, кстати, за моей спиной. И, конечно же, своими жителями. Так сложилось исторически, что в большинстве своем этот замечательный народ живет вне своей страны, а не внутри нее. В общем, поле для изучения шат-шат-мэца, как сказали бы армяне, а я скажу просто огромное. Меня бросил парень, уволились с работы и задолбали прочие проблемы и заботы. Но я не унываю, ведь я решила, пойду-ка я по миру, вернее по миру. И обрету себя, чтобы стать счастливой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Скажите, а сколько до горы Арарат мне еще идти осталось? Не знаю. Не знаете? Но я правильно иду? Конечно. Спасибо. До свидания. Скоро Арарат увижу близко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это великий символ Армении – гора Арарат. Та самая гора, с которой спустился Ной и начал на земле абсолютно новую жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое интересное, что по честной высоте, то есть от основания горы до верхушки, Арарат считается самой высокой в мире, опережая Эверест аж на целый километр. Те, кто не очень хорошо знает географию, считают, что гора Арарат находится на территории Армении. Да, так оно и было. С 1921 года гора Арарат находится на территории Турции. Но несмотря ни на какие обстоятельства, гора Арарат была, есть и останется символом Армении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА